В прошлом видосе вы мне сказали, Денис, ну зачем ты ходишь на улицу в такие морозы? Давай-ка работай дома. Вот сегодня минус 24 с утра. Видно, нет? Вон, 24. Я не знаю, какая погода будет чуть позже, что у нас будет, например, там в обед, да? Но я принял решение основывать, опять же, на ваших просьбах, рассказать вам про котельную и кое-что в ней доработать. А именно я хочу систему анализа температурного диапазона и регулировку вот этих температурных настроений в доме сегодня организовать. И об этом вам хочу рассказать. На самом деле я реально сейчас еще не знаю, что сегодня в конце этого видоса вы увидите. Возможно, что-то будет вот из вот этого. Все, друзья, начинаем. Для своих сегодняшних работ я приобрел вот такие датчики температуры. Их нужно будет расположить по всему дому. Также взял провод МКэш. Это специальный изолированный провод, который имеет экранизацию. То есть он не боится располагаться рядом с электропроводкой. Совершенно без проблем. Вот эти две штуки мы сегодня с вами установим. Это по этажам. То есть у меня в спальнях будет находиться по датчику. И также будут находиться датчики на каждом этаже. И один датчик выведен на улицу. Ну, не будем забегать вперед. Все, сейчас расскажу. Братцы, давненько я не уделял внимания своей котельной. Кстати, пользуясь случаем, хочу показать, что у меня осталось 1,44 куба. Это то, что осталось до регенерации. Регенерация у меня каждые 10 кубов. Поэтому сегодня, возможно, мы или завтра утром прорегенерируем нашу систему. Что я хотел рассказать о котельной. И самое главное, о диспетчеризации. Много раз в своих видео я говорил о том, что кочегарю я через телефон. То есть для того, чтобы мне побывать в котельной, я захожу в приложение. Здесь у меня все данные. Температурные данные. Тут же у меня находится температура воды и так далее. Управлять я могу всем, чем можно. Не знаю, как вам видно. Здесь есть такое у меня отопление. Котел отопления. И здесь кривая погодозависимой автоматики. То есть через вот эту кривую у меня погода сама нормируется. То есть если сегодня на улице минус 30, то котел будет давить где-то 56. Я вам покажу сейчас через табличный вид. То есть минус 40, значит 68 на котле. Минус 35, 60 на котле. И так далее. Но это приходится мне периодически подстраивать. Мне это не совсем удобно. Хочется попробовать сейчас настроить систему таким образом, чтобы не погодозависимая автоматика от интернета, а погода, которая через датчик температуры показывает, но на несолнечной стороне моего дома. Честную температуру. Дальше температурный датчик, который находится у меня на этаже. Выберу этаж сам. И мне хотелось бы, чтобы эти два датчика сами с друг другом общались и высчитывали температуру, которую я выставляю комфортную для себя. Вот такая задача. Всего лишь что нужно, это кинуть дополнительный кабель МКэша по всем этажам, подключить там все датчики, вывести датчик на улицу, не забыть. И подключить это все к одной шине. Что интересно, зонд имеет выходы. Это выходы аналоговые. И есть цифровой выход у него. То есть можно просто на один провод подцепить до 10 датчиков, а провод сделать до 100 метров длиной. Ну, раньше изначально для меня это был какой-то шок. Я не верил, что такое в принципе возможно. Но подключив 4 датчика на один провод, я был, конечно, шокирован, что это все работает. И сейчас докупил еще 6 датчиков, до 10 как раз. Хочется их разместить по комнатам. Чтобы не бегать с градусником, не высчитывать, не смотреть какая-то температура, а просто через приложение в телефоне тем же самым образом взять и посмотреть, сколько в каждой комнате температура сейчас. Вот сейчас я вижу, например, температуру своих приборов. Для работы системы пойдем от обратного. Забросим мы ее со второго этажа и на первый. А с первого уже в подвал, чтобы нам провода не кидать. По этажам не мучиться. Но опускать все провода, соответственно, я, конечно же, буду через шахту. Мне так удобнее. Сейчас надо выровнять, а то он весь перекрутился. Удобно, да, когда есть? Четырехметровая высота. Вот так, все. Я шахту, конечно, все уже запенил, подготовил. Скоро будем тут кофелить все это дело. Но пока еще есть места, где можно опуститься. Нет, наверное, давай за батареями, чтобы это было по-человечески. Правильно. Когда ко мне будут друзья приходить в гости, я буду говорить, тихо, тихо. Возможно, нас прослушивают. Такой датчик. Тут идет прослушка. Так, решил, что в каждой комнате сделаю их посередине. Ну, тут как бы самая температурная часть комнаты. Сейчас мы заныриваем к дочи в комнату. Там ставим тоже датчик. Нет, друзья, на самом деле для меня до сих пор это какое-то волшебство, когда датчики располагаются все на одном проводе. Ну, как это может быть? На одном проводе датчики и все работают. Дай бог, они будут работать. Но четыре штуки работают, поэтому я и говорю, что работают. Если четыре работают, значит и остальные вроде как. По этой же схеме же идем. Значит и остальные должны подключиться. По логике. Если логику взять за основу. Так. Ну, вообще я рад. Я думал взять какие-то уже термометры внешние. Но каждый термометр такой стоит 3000. А тут просто к зонту подключаешь. И у меня и жена, и дети, и хоть кто. Но детям-то я приложение зонт не поставил. Просто потому, что они там могут натыкать не того. А жена у меня и я вместе мы мониторим, что у нас там на зонте происходит. И знаем, какая у нас температура. Постоянно. Мне это нравится. И я думаю, это будет круто. То есть представьте, в каждой комнате я буду знать вообще аналитику всех комнат. И мне будет легче настраивать радиаторы, подстраивать отопление. Ну, вот по идее, по-хорошему. Это полезная штука, я считаю. Так, все, сверлимся и проходим в следующую комнату. Вот. Так. Продолжение следует... Так, у дочи тоже готово и теперь осталось нам пробуриться к сыну и у нас готов второй этаж. Потом надо будет на первом пустить в санузле и потом в подвале. Все. То есть у нас получается 6 датчиков. Это улица, подвал, первый этаж и 3 комнаты на втором. Как-то вот так. Любые отверстия после прокладывания кабелем кэш необходимо как-то заизолировать. В данном случае я использую простой силикон. Кстати, друзья, мало кто знает секрет этих тюбиков. Казалось бы, да? Сейчас надо завернуть вот эту штуку сюда и все. Нет, на самом деле то, чего я никогда не знал, узнал совсем недавно. Так, смотрите. Снимаем колпачок с тубы, накручиваем его, снимаем защиту и просто вставляем ее вот сюда. То есть по факту вот это отверстие для хранения защитных колпачков. Ну и теперь вставляем все это в клеевой пистолет. Друзья, я думаю вы давно заметили, насколько я люблю инновации. Осталось задуть отверстие и заклеить все это скотчем. Ну и конечно же все постоянные зрители нашего канала уже прекрасно знают, что на все свои новые игрушки ссылку я оставляю всегда под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так получилось здесь, в этой комнате. Теперь в комнате дочери у меня вот так. И наша комната вот так. Получилось вот так. Я бы с удовольствием, честно говоря, расположил бы по всем комнатам вообще эти датчики, если бы это было возможно. То есть если можно было больше десяти. С удовольствием. Потому что, представляете, у вас была полная картина. Все атмосферы в доме. Как вентиляцию тянуть, как провести правильно отопление, где нужно прибавить, где убавить. Это все можно было бы легко решать прям по зонам. Но, к сожалению, такова судьба, что разрешено всего 10 датчиков. Вроде, вроде, вроде все, друзья. Осталось два момента. Первый, это забуриться вон в ту каналку. Это изначально у меня планировался вывод котла именно там. Но я не решился так сделать, потому что там трубу надо было поднимать на полтора метра от уровня земли. А это фасад дома. То есть это все было бы видно и некрасиво. И второе, это бы все время дымило на забор, либо на фасад. Это было бы неправильно. То есть это я не продумал. Но, опять же, не продумал почему. Потому что изначально я думал, что выведу трубу, и она будет просто вон бить туда в забор и никого не трогать. Ну, то есть напрямую. А мне газовщики сказали, что так нельзя. Поэтому пришлось вот проводить эту всю систему. На это не смотреть. Это уже я просто сам себя подстраховал на всякий случай. Когда я еще загонялся по поводу системы отопления, ничего не знал. Все было в диковинку и страшно, поэтому вот так сделал. Так, сейчас я выпущу туда провод на улицу. Это у нас будет уличный датчик температуры. И останется самое сложное, точнее самое важное. Это подцепиться к зонту через последний шлейф. И по факту определить, работает ли мое изобретение или оно провальное. Буриться-то в принципе ничего сложного, потому что буримся мы сейчас в пенопласт. Здесь в большей степени только важность, чтобы хватило самого сверла, бура. Бурюсь я в нижнюю часть, потому что, скорее всего, здесь может еще что-нибудь понадобиться потом. У меня 40 сантиметров только фундамент, еще 15 сантиметров его утепления. Поэтому, не считай, что 55. Почему пускаю один провод? Это просто, чтобы удобнее было вынырнуть потом ими двумя. На самом деле, пойдет-то у меня там два провода. Потому что здесь линия не должна замыкаться. Она не финальная. Сейчас пойду на улицу, выдерну его. И подключу к нему датчик температуры. Потом соединяем это все с общей линией. Датчик температуры там фиксирую на улице как-нибудь надежно, чтобы собака его не оторвала. Ну и чтобы он на солнце не висел. Потому что по утрам-то солнце как раз там. Так, ну что. Прокидываю последний, или как сказать, крайний провод. Сейчас провожу его. До последнего, до этого был последний шлейф. Он находится за распределительным коллектором. Туда его провожу и отключаю котел. А я, честно говоря, это боюсь делать. В общем, смотрите. Смотрите. Я буду все делать аккуратно. Вы смотрите. Пока есть доступ в святая святых, тоже вам покажу. Вот таким образом я фиксировал датчики температуры на насосных группах. И они очень хорошо так работают на самом деле. Так. Сейчас я отцепил просто для того, чтобы добраться до датчика. Он у меня вот здесь. Мне сейчас надо вот к этой штуке прикрутить вот эту штуку. Вот и все. Вот вы сегодня попали со мной на ремонт котельной, друзья. Честно, в успех операции я пока еще, ну, не знаю, верить, не верить. Вот здесь я паял. И вот так. Все. Все крепко. И прячем это все опять туда. В конструкцию. Меня часто спрашивают, зачем я заморочился с такой котельной. Братцы, я то и дело от своих знакомых, друзей, коллег и так далее. Слышу тему о том, что постоянная пыль, постоянно приходится в котельную ходить. Это так заморачивает. Сосед, он вообще у меня в 3 часа ночи встает, чтобы подкинуть дров. Я счастлив. Я счастлив. Что-то я разговорился, а в то же время у меня котельную надо подключать. Так. РКН в анализе, он 30 секунд будет анализировать систему, и только после этого он включится. То есть сейчас система не работает. Видите, ничего не работает. РКН все отрубил. И сейчас мы увидим, как все это подключится. Очень хорошая штука, кстати. Здесь же у меня еще УЗИП есть. О, все, заработало. Все, поехало. Так, теперь сейчас интернет подключится, и мы узнаем про датчики. Братцы, ну я вообще просто довольный человек. Вы помните, да, вначале я вам показывал, что здесь всего лишь было 4 датчика, была погода из интернета, и все, что касаемо управления котлом. А теперь здесь добавилась комната Никиты, наша спальня, спальня моей дочери, подвальная теннисная комната и весь первый этаж. Единственный момент, что температура здесь указывается у потолка. По факту она где-то примерно на градус меньше в районе пола. Но даже такое мне уже нравится. Улица-фасад – это датчик реальный, существующий. И улица из интернета погода. И они почти соответствуют. Погода из интернета немножко привирает. Но просто сама метеостанция находится, наверное, где-нибудь в поле. Поэтому 0,6 градуса немножко врет. Теперь я вижу полностью всю картину, и сейчас что мы сделаем дальше? Мы просто возьмем погоду с датчика и подключим к ней еще погоду, которую я выберу в доме. Например, нашу спальню. И логика работы теперь будет такая. Улица будет соединяться с датчиком в доме, и они оба будут обращаться к температуре, которую я задал для комфорта своей жизни. От нее уже работа температуры котла. То есть алгоритм вроде как бы звучит сложно, но на самом деле вообще он несложный. Какой плюс мне? Самое основное, что я вообще минимизирую даже не то, что походы в котельную, а обращение даже к сотовой связи. То есть к телефону вообще, ну, настройке. Потому что периодически бывает становится как-то похолоднее, температура на улице немножко бывает показывает неправду. И мне приходится подстраивать цифры, как я вам показывал в табличном виде. Видели график, да, кривой? И в этих графиках кривой на самом деле их штук 20. Компьютер будет сам выбирать, какую из корреляций брать за основу и ей пользоваться. И еще главный плюс. Из-за того, что я поставил дополнительные датчики, я избавился теперь от проблемы интернета. То есть если вдруг у меня произойдет проблема, например, с сетью и отрубится интернет, у меня сразу же зонт замирает в той позиции, в которой он оставался. То есть если было там минус 30, он будет помнить, что минус 30, хотя температура может падать дальше или, например, становиться теплее. И если интернета долгое время нет, то котел будет думать, что ну все, извините, минус 30. В случае, что мы поставили настоящий датчик, который реально существует, поставили его с этой стороны, где солнца очень мало. То есть он показывает большей степени правду. Он в тени находится чаще всего. Благодаря этому у нас будет правильная температура. Единственное, чем я хочу подытожить весь свой вот этот видос про котельную, это Николай. Это человек, который вел меня и ведет до сих пор по всем вопросам, связанным с отоплением. Просто всем вопросам. Сейчас датчики подключали. Я вижу, что человек просто заточен на то, чтобы сделать все классно. Что самое интересное, в этом нет никакой коммерческой подоплеки. То есть ему хочется, чтобы у меня работало все правильно. В свою очередь, в благодарность контакта Николая, если вдруг вам нужно, они под видео. И, кстати, с нашего канала уже несколько человек к нему обратились. И сейчас я знаю, что они уже оформляют котельные. Я считаю именно такими и должны быть все мастера своего дела, кто занимается работой самоотверженно. И мне приятно, что благодаря нашему каналу я нахожу таких друзей. Братцы, ну а я, наверное, с вами сегодня уже прощаюсь. То есть напишите, если что-то по котельной конкретно интересно. Могу рассказать и про лучевую систему отопления. Да все, что угодно, все, что вам интересно. Потому что я в каждую из этих вопросов прям нырял с головой. Единственное, что, наверное, сложного здесь ничего нет. Это самая простая система, хоть и не дешевая. Все, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok